Музыка Оформить российский или заграничный паспорт, восстановить утерянные документы, встать на учет для приема в детский сад. Чтобы упростить россиянам получение этих и многих других государственных и муниципальных услуг, в стране выросла сеть МФЦ – многофункциональных центров. Началась история МФЦ с федерального закона от 27 июля 2010 года об организации предоставления муниципальных услуг. Затем в 2012-м последовали майские указы Владимира Путина, согласно одному из которых к концу 2015 года доля россиян, которые имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг, по принципу одного окна по месту пребывания должна вырасти до 90%. Чтобы достичь такого показателя, количество МФЦ в России должно было увеличиться в несколько раз. В конце 2013 года Дмитрий Медведев говорил. Создание удобных для людей многофункциональных центров – это как раз важнейшая наша задача. Мы должны постараться избавить наших граждан от необходимости ходить по разным инстанциям за различными справками, документами, простаивать в очередях в федеральную миграционную службу, в банках, где они оплачивают различного рода штрафы и другие платежи по линии ГИБДД в других государственных и муниципальных учреждениях. На это уходит подчас часы, а иногда и сутки, особенно когда речь идет о крупных населенных пунктах. Я уже не говорю о том, сколько уходит времени и нервов. По данным на конец мая 2015 года в стране работал 1831 многофункциональный центр. В Чувашии их действует 28. В каждом муниципальном образовании в них работает для заявителей 166 окон. До конца этого года для того, чтобы обеспечить вот этот вот 90% охват населения, нам нужно открыть еще более 70 окон. Работа идет, 32 окна будет открыто в конце года. Это новый многофункциональный центр в Калининском районе, еще более 40 окон в муниципальных образованиях, уже в действующих многофункциональных центрах. Они просто расширяют количество окон. Тоже все муниципалитеты у нас достаточно активно над этим работают. И оснований полагать, что мы чего-то не успеем и не достигнем этого показателя у нас пока нет. На сегодняшний день процент охвата составляет 71%. В столице Чувашии многофункциональные центры есть уже в нескольких районах. В Ленинском по адресу Ленинградская, 36. В московском в здании ДК «Салют». Также для удобства жителей северо-западного района дополнительные окна открыли в здании кадастровой палаты. Это Московский проспект, дом 37. А вот в Калининском районе по Эгерскому бульвару здания будущего МФЦ возводят с нуля. Причем уже под брендом «Мои документы». Идея вообще создания единого бренда для всех многофункциональных центров по территории всей Российской Федерации принадлежит председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву в декабре 2013 года. На селекторном совещании с регионами он высказал такую идею и в принципе все ее поддержали. Минэкономразвитие России разработал этот бренд и для всех регионов бесплатно, так скажем, весь пакет документов раздал. Нам остается просто привести свои действующие МФЦ под этот бренд, а новые МФЦ строятся уже под новым брендом. Для чего это сделано? Для того, чтобы люди из любого субъекта Российской Федерации, приехав в любой регион, в любой город, в любое муниципальное образование, могли знать, куда они и куда им обращаться. Как, например, Почта России, мы же знаем, да, синий логотип. Также и у бренда «Мои документы» тоже свои цвета – темно-коричневый, красный, бежевый и белый. Церемония закладки «Первого камня» состоялась накануне Дня Республики. Сиди многокомнациональных центров теперь под брендом «Мои документы» – это, пожалуй, самый крупный федеральный проект совместный с регионами последних трех лет, когда вся страна, 90% населения Российской Федерации будут иметь доступ к оказанию государственных услуг по принципу одного окна. Госуслуги – это не просто такое отвлеченное понятие. Это мы с вами, когда нам нужно получить какую-то бумагу, документ, паспорт, справку, выписку. Раньше все это приходилось делать, приходя в многочисленные организации, выстаивая в узких коридорах длинные очереди. Теперь, я надеюсь, все это уйдет в прошлое. Открытие МФС на Эйгерском бульваре планируется до конца года, а это дополнительные 32 окна. Население республики и тем более город Чебоксара у нас будет получать услуги в те регламенные сроки, которые отведены. То есть это не более 15 минут, они должны будут проставить в очереди сегодня. Из-за того, что у нас окон мало, к сожалению, жители города приходится ждать и по 20, по 30 минут иногда. В городе Чебоксары МФЦ, инструмент предоставления государственных муниципальных услуг появился в 2010 году. Может быть, не самые первые, но все равно в числе первых МФЦ по стране на нас, грубо скажу, ставили опыты, эксперименты, писали законодательство в виде нашей успехи и нашей проблемы. Сегодня граждане нашей страны схема предоставления услуг через МФЦ воспринята положительно. Скажем так, народ сказал, мы хотим этого, давайте, развивайте. И государство нашей страны, руководство нашей республики и города активно в этой схеме, системе участвует. Развиваем филиальную схему МФЦ. Средства на строительство выделили из бюджетов всех уровней муниципального, республиканского, федерального. Сейчас в перечне услуг почти 200 пунктов. Перечень услуг утвержден постановлением правительства России, распоряжением нашего кабинета министров. И эти перечни услуг, они обязательны для предоставления, эти услуги обязательны для предоставления в МФЦ. Как их можно условно разделить? Это услуги федеральных органов, это Росреестр, федеральная миграционная служба, налоговая служба, Роспотребнадзор, информационные услуги МВД, служба судебных приставов, услуги органов спанкной власти Чувашской республики, это и услуги Минстрава, социальные пособия и ветеран труда, услуги нашего министерства, услуги Минтранса, Минстроя, Минобразования и муниципальные услуги. Среди муниципальных это, конечно, в первую очередь востребованные земельно-имущественные отношения, учет и постановка в очередь на улучшение жилищных условий, дошкольное образование. Обращаться в многофункциональные центры могут юридические и физические лица, либо их уполномоченные представители. Некоторые виды услуг можно получить, даже если вы прописаны в другом городе. Кстати, если к концу 2015 года 90% россиян должны быть доступны услуги по системе одного окна, то к 2018 году тоже количество граждан должно быть довольно качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг. Так что после первого этапа обязательно будет второй. Редактор субтитров А.Семкин